Вижу многим интересна тема БПЛА типа Шахет-136 или по скрепному Герань-2, так что давайте попробуем более-менее объективно разобраться в сильных и слабых сторонах такого вооружения, а также особенности их применения. Впервые на территории Украины эти дроны Камикадзе начали попадать приблизительно в августе-сентябре 2022, так что практически за год накопилось некоторый опыт и информация. Итак, начнем с сильных сторон. Первое, это конечно же цена. По западным оценкам данный БПЛАЗ обходится противнику в сумму от 20 до 50 тысяч евро за штуку. Это неоспоримое преимущество по сравнению со всякими ракетами типа Калибров или Кинжалов, где цена равняется миллионам долларов и больше. Относительно низкая стоимость дает возможность применять так называемый РОЙ беспилотников, тем самым перегружая средства ПВО и повышая вероятность прорыва обороны. Также это намного менее ресурсозатратное изделие и много чего для его комплектации можно, грубо говоря, купить на Алиэкспресс. Второе преимущество это дальность полета до 1500 км, что конечно сильно развязывает руки противнику по применению в Украине, так как протяженность территории страны с запада на восток 1300 км, а с севера на юг 900 км. А учитывая еще, что эти балалайки могут запускаться с Белоруссии и других оккупированных территорий, то теоретически применять такого летающего смертника можно по любой точке Украины. Третье преимущество не слишком большой радиолокационный след. Размеры как для летающего объекта небольшие, размах крыла 3 метра и длина порядка 3,3 метра. Применение композитных материалов и слабый тепловой след от двигателя внутреннего сгорания также дает плохую наводку для ПТРК и ПЗРК, которым они могут быть сбиты. А теперь самая мякотка, слабые стороны этого доставучего шлюхеда. Самая уязвимая сторона это отсутствие обратной связи и управления, а также невозможность применения против движущихся целей, в отличие от того же, например, ланцета. Полетное задание загружается на этапе старта и не может быть изменено или скорректировано в процессе движения. Другой жирный минус это сильный шум двигателя, как от двухколесной техники, за что, собственно, он и получил одно из народных названий мопед. Кстати, для меня было огромной загадкой, почему на двигателе не стоит какого-то примитивного глушителя, ведь мотор двухтактный и это снижает мощность. Аларчик, скорее всего, открывался просто. Разогретый глушитель – отличная цель для теплонаводящихся ракет. Очевидцы сообщают, что звук Хирани-2 слышно на расстоянии до 15 км, а в безветренную и тихую погоду из-за города – все 20. Еще один существенный недостаток – это малая масса боевой части относительно тех же ракет. Большинство источников утверждает, что масса боевой части 40 кг, включая ее металлическую оболочку в 8 кг. Так что для поражения больших или хорошо укрепленных целей требуется минимум несколько штук летающих балалайок. Для навигации используется комбинированная система инерциального наведения вместе с несколькими модулями GPS GLONASS. И данный драндулет достаточно сильно подвержен влиянию систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного противодействия. А работа только по инерциальной системе приводит к накоплению ошибок и значительного отклонения от места наведения. Кстати, под моим предыдущим видео по теме некоторые комментаторы удивлялись, почему на шахедах стоят карбюраторы. Так ответ максимально прост. Карбюратор, в отличие от инжекторной системы питания, абсолютно не подвержен средствами РЭП. Менее уязвим к тем же повреждениям при сбитии стрелкового оружия и зениток. Теперь поговорим о опыте применения и сбития херани. Запускаются эти жужжалки обычно минимум в паре, хотя по последним данным стартуют сразу штук 6-8. А также зафиксированы случаи наличия еще одного дополнительного БПЛА неустановленного типа, который скорее всего ведет наблюдение. Тактика применения эволюционировала от полета типа прямой, потом поняли, что таким образом сбивают практически все, из-за того, что звук демаскирует и силуэт в принципе легко определяется даже невооруженным глазом. Следующим способом был запуск вдоль оживленных трасс, чтобы звук был не так заметен. Но тут тоже последовала фиаско, так как эту фишку сразу засекли и приняли нужные меры. И по последним данным теперь эти иранские балалаки пускают вдоль рек и малонаселенных районов. И летят они на минимальной возможной высоте. По одним данным минимальная высота от 20 метров, по другим от 60. Средняя скорость порядка 140-150 км в час. Что как для летательного аппарата немного, но среднее подлетное время до получаса. Также встречаются данные о движении со скоростью сильно ниже средней и намного выше. Но насколько они соответствуют действительности, ручаться не могу. На маршевом отрезке полета иранская балалайка может занимать высоту порядка 700-2000 метров. При подлете к цели высота менее 200 метров. По неуточненным данным максимальная высота полета до 4 км. Эта вундервафля может быть сбита практически из любого типа вооружения. Начиная от стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, допотопных и не очень ЗРК, ПЗРК, даже ПТРК. А также некоторыми ракетами ПВО и даже самолетами. Ватным злорадствующим комментаторам, которые говорят, что на эти дроны тратятся дорогие дефицитные ракеты ПВО. И был случай, что истребитель, который позбивал пачку дронов и в него попали обломки, двигатель из-за этого был потерян. Да, такие были случаи в самом начале шлюхедов, но больше не используются. И применяются более быстрые и простые способы уничтожения гераневых балалаек. Из-за достаточно хорошей определимости по шуму и визуально, шахеды обычно запускают глубокой ночью. Так как без подсветки или специальных приборов определить цель значительно сложнее. А бдительные граждане, которые дополнительно могли бы заметить или услышать, спят, да и в принципе нигде не шастают из-за комендантского часа. Хотя нередки случаи применения днем, но вероятность сбития значительно возрастает. В среднем, по общедоступным данным, сбивают порядка 80% таких ППЛА. Также, если ранее герани и шахеды запускались в основном из южных регионов, то по состоянию на момент записи видео, нередки случаи вылета этих жужжалок из севера. Одесса и другие теплые регионы в этом плане страдают достаточно сильно, поскольку при запуске из юга подлетное время очень мало. И вероятность обнаружения и сбития ниже. Еще бы хотелось отметить, что шахеды в основном применяются по гражданской инфраструктуре, типа ТЭЦ, электроподстанциям, портам, зернохранилищам, складам, сельхозтехникам и прочим вещам, а никак не по военным объектам. Также некоторые комментаторы под моим предыдущим видео усомнились в реальности бортномеров сбитых скрепных иранских балалай. Первая часть претензий. Как они вообще сохранились после сбития? И вторая. Как ровно нанесены буквы и цифры? Обычно на военной технике все наносено криво под трафарет. Первая штука. Конструкторы не идиоты и разместили номера на тех частях, которые обычно остаются целыми. При крушении и или взрываются при падении тут уже куда попадут. От возгорания даже не особо спасают ячеистые топливные баки. По поводу ровных надписей разгадка простая как угол дома. Вероятное всего это наклейка из аракала. Кстати, на некоторых экземплярах встречается наскальное творчество типа Z или же карикатурных наклеек. Судя по бортовым номерам по состоянию на август 23 года, данных БПЛА выпущено порядка 1200 штук, хотя уже и начали сбивать с новыми обозначениями и слегка отличающимся цветом краски. Короче говоря, у меня пока все. Если хотите, пишите комментарии по данному поводу и без. Также можете сообщить, интересно ли послушать, откуда вообще были срисованы шахеды. Всем спасибо за просмотр. Мира, добра и всего хорошего.